В Азинском районе скончался двухлетний ребенок. По предварительной информации, девочку доставили в больницу после отравления арбузом и дыней. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной смерти, употребление некачественных бухчевых или нет. Областной следственный комитет проводит по этому факту проверку. Ситуация прояснится после проведения экспертизы. Ну а чтобы оградить жителей города от потенциально опасных арбузов и дынь, специалисты отправились в рейд. Под прицелом проверяющих попали места стихийной торговли бухчевыми. Тему продолжит Елена Петрова. Заходи, бери что хочешь. Эту поговорку сотрудники отдела торговли испытали на себе. Едва проверяющие прибыли на точку стихийной торговли, продавец испарился. Бросив продукцию, мужчина убежал. И неудивительно, говорят специалисты, здесь явное нарушение. На жаре стоят скоропортящиеся продукты, а арбузы и дыни продаются прямо с земли. При том, что торговля может считаться официальной только в настоящем киоске. Правда, наказания в этом случае не последует. Ведь продавец сбежал, и протокол составить не на кого. К сожалению, нам не позволяет, так как мы действительно не знаем, на каких основаниях все это. И в то же время, что представитель сотрудников полиции подтвердить может только мои слова в этом плане. Потому что в отсутствие сотрудников мы обязаны хотя бы... Они могут отказываться от подписи, тогда при наличии понятых можно также составить протокол и осуществить изъятие. А в данном случае, когда никого нет, просто мы ничего не можем. Тук-тук. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У нас в полиции нет. А вот с этой точки продавец сбежать не успел. Женщина уверяет, вот-вот явится владелец товара и предоставит все документы. Дайте, пожалуйста, телефон вашего руководителя. Я не звоню. Ну тогда покажите нам, пожалуйста, документы на все продукты растения. Он занят, он нам ничего не показывает. Но начальник так и не приехал. Документы тоже не появились. Продавщица уверяет, арбузы волгоградские. Правда, с тем же успехом они могут оказаться астраханскими, саратовскими и любыми другими. Определить, откуда на самом деле их привезли невозможно. Ведь никаких документов у продавщицы не оказалось. Есть у вас трудовое соглашение? Самый красноречивый ответ, мне кажется. О чем тут говорить, рассуждают проверяющие. В местах несанкционированной торговли обычно не бывает никаких документов. Предпримчивые бизнесмены просто привозят продукты куда хотят и тут же торгуют. При этом сложно предсказать, как организм отреагирует на арбуз, доставленный неизвестно откуда. Может, пронесет, а может, придется обратиться к врачу. Проверяющие, обнаружив несанкционированную точку, составляют протокол на продавца. Представитель собственника не идет на контакт. Поэтому мы вынуждены привлечь сотрудников ППС для установления личности и, соответственно, дальнейшего хода дела. То есть составление протоколов, как я говорил, мы составляем по своей, по незаконной торговле и оказанию услуг. А сотрудник полиции составит по незаконному предпринимательству. Правда, без сотрудников ППС в этот раз обошлось. Продавщица все же назвала имя и фамилию, и на нее составили административный протокол. Женщине придется заплатить 2000 рублей, а арбузы и дыни изымают. Правда, говорят проверяющие, такие рейды капля в море. Стихийных мест торговли бахчевыми в городе сотни. И стоит изъять товар, уже на следующий день в этом же месте возникает новый продавец. Чтобы не отравиться арбузом, советуют все же внимательно относиться к месту покупки. А если возникли сомнения, то требуют у продавца накладные на товар. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов. Ну а областной Роспотребнадзор обнадеживает любителей сладкой ягоды. Специалисты ведомства провели лабораторные исследования 10 проб бахчевых культур. Сейчас завершено исследование семи из них. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям безопасности. В дыних и арбузах не нашли превышения опасных веществ. Также, по словам представителей Роспотребнадзора, в течение последних трех лет в области не выявляли повышенного содержания токсичных элементов. Были лишь обнаружены единичные пробы с содержанием нитратов выше гигиенического уровня в дынях.